Очень дипломатическое такое. Борис Абрамович Березовский и Владимир Константинович Буковский и ряд других людей, уважаемых, утверждают, что взрывы жилых домов в Москве в конце 90-х, начале 2000-х, это дело рук ФСБ. Это так или нет? Я назову еще одного человека, который говорил то же самое. Зовут его Саша Литвиненко. Саша Литвиненко был первый человек, который мне позвонил из госпиталя. Он позвонил мне и сказал, слушай, меня оторванули тут немного, я вот через три дня выйду. Я говорю, Саша, да брось, кому мы с тобой нужны? Вот Саша Литвиненко на той же точке зрения стоял, и, видимо, он за это и поплатился. Когда мы говорим о взрывах домов, давайте я воспользуюсь своим обычным приемом, не отвечая ни да, ни нет, я подвожу своего любимого телезрителя и своего слушателя, своего читателя к этой ситуации. 1999 год. Кому-то нужна, кому-то нужна небольшая победоносная война. Вот так нужна сейчас. Небольшая победоносная война в Чечне. Хорошо. И вдруг чеченцы, зачем им-то? Вдруг чеченцы начинают взрывать дома. Если они взрывают олигарха какого-то там, я понимаю, но если наш рабочий класс взрывают, послушайте, эти чеченцы, они находятся в Москве, они снимают дань с наших предпринимателей, они контролируют Москве, они контролируют бизнес. И очень четко, и очень там идет война с русскими, со славянскими криминальными группировками, и чеченцы побеждают. И зачем чеченцам подставляться? А вот мы враги, вот бейте нас. Ну зачем? Кому это нужно? Зачем это чеченцам? Чеченцы начинают взрывать дома с обыкновенными советскими гражданами. И вдруг, и вдруг происходит в Рязани что-то невероятное. Происходят какие-то учения. По сути, какие учения? А вот мы учились взрывать дома, и никаких там чеченцев, там русские оказываются. И начинают развиваться, обожди. Да, и после этого... И находят гексоген. Находят гексоген. И гексоген вывозят на полигон, пытаются взорвать, а он не взрывается, говорит, это сахар. Если мы с тобой нашли сахар, то зачем мы будем его пытаться взорвать? Ну ведь они официально объявили, что мы пытались взорвать, а он не взрывается, это сахар. А знаешь почему? А потому что сахар не взрывается. Вот я о чем. То есть, это совершенно дикая ситуация. Взрывы мгновенно прекращаются. Сразу. Вот только раз налетели, проводили учения. Какие учения? Учились делать что? Взрывать дома учились вы? Зачем вы подкладывали пусть сахар в жилой дом и эвакуировали людей из жилого дома, объявив им, что это настоящий гексоген, когда в этом доме остались инвалиды, которых нельзя эвакуировать, когда женщина плачет, у нее мать там осталась, когда здесь холодрыга на улице, и этих людей, их в белье, они выскочили туда, и всю ночь на холоде они там стоят, учились проводить, то есть, учились делать что? И тогда журнализм еще не был задушен в России, и тогда журналисты начинают задавать вопросы, «А кто руководит этими учениями?» И тут же все сразу, «К не я, только не я, вот не я, не я, не я, вот может вот они, может...» Но никто этими учениями не руководил. Покажите план учений, потому что, когда я со взводом провожу учения, я должен написать, со взводом я обязан написать. Вот план учений такой-то... Да, вот, кто там, материальные средства, три взрыв-пакета, вот, и 15 холостых патронов я... Вот, цель учений, какая цель учений? Вот такая, и ротному командиру я должен на цирлах подойти и показать. Он это должен прочитать и подписаться. Расписаться. Он должен это утвердить, потому как он принимает все эти, все эти учения он принимает на свою ответственность. Вот. А если там что-то чуть повыше, то это уже к своему командиру батальона, подполковнику Простасову, я вот на цирлах прибегаю, и я ему стараюсь, а там, в конце, меры безопасности я расписываю. Я расписываю. Потому что не просто я их помню. Я эти учения провожу постоянно, но каждый раз я вот пишу, а вот меры безопасности, вот красные флажки должны быть и так далее, и так далее. Спасибо.